Он тоже проповедовал, в субботу и воскресенье тоже ездил. У нас, ну, как бы мы не православные, а у нас баптистская вера. Баптистская вера, но... Вот. И вот вчера ночью он мне приснился, но у меня такого никогда не было. Он добрый человек был, я не знаю. Он мне приснился, что я лежу на диване, он приходит ко мне и начинает, ну, у него лицо какое-то непонятное, начинает душить меня. Сны бывают трёх видов. От Бога. Это вот Иосиф, когда в тюрьме сидел, видел фараона, голод будет. Бывает от сатаны, чтобы обольстить человека, подвигнуть его на что-то и погубить. И третье – от заботы и переедания. Вот и всё, надо посмотреть. Если бы там видели крест, крест, обыкновенный крест, ну, на церкви крест, если крест, это на сто процентов от Бога. Сатана всё может подделать, а крест не может. У него нет на это, потому что крест – это любовь. А у него нет любви. Хорошего человека. Вы говорите, а у Баптиста были. Так вы Библию-то знаете, содержание её? Конечно, да. Ну, я в смысле, я же тоже ему пробуду. Ну, а если я спрошу, сколько в этом переплёте книг? Сколько книг в этом переплёте? Да. Новый Завет и Сталин. Новый Завет и Сталин. Сколько всего общего? Сколько книг? Я не могу сказать. Ну, Моисеевых 5, Псалтырь – 77. А в Новом Завете сколько? 27. Честно, я не знаю. Ну, ну, 27. Это запомните. 27. Это 4 Евангелия, Деяния апостолов и так далее. Так вот, я разговариваю с Баптистами, я у них проповедовал. Я православный. Я говорю, скажите, сколько Евангелий было в первом веке? Они не знают. Я говорю, 20. Евангелие Василийское, Евангелие Фомы поддельное, подложное. А как узнали, почему 4? И все Евангелия принесли в храм, и алтарь называется. На алтарь положили, на замок заперли, помолились. На завтра пришли, храм закрытый на замок. Все остальные валяются на полу, 4 остались. Матфея, Марка, Лукьяна. Профессор Масенковский. А можете мне объяснить, чем, например, наша вера от вашей отличается? Ну, то, что мы, допустим, церковь, а баптисты – это не церковь. Потому что они не имеют апостольского рукоположения. Вот сегодня, в одной только Америке, вот этих разных названий секты, там, проще, конфессии, динаминации, там сегодня у них 21 тысяча. Нас закрыло тут какая-то, выскочило обновить. Пускай, ладно. Вот так, 21 тысяча. И ни у кого епископата нету, а значит, сошествия духа нету. Я их очень хорошо знаю. Если человек верует в Бога, значит, у него есть вера. Вера есть, вера есть, но он не в церкви. Вас как звать-то? Звать, как вас? Зачем мы здесь находимся? А затем, что это место разврата, тьмы и мрака, нуждается в свете. И мы этот свет принесли. Я согласен полностью. Мы принесли сюда этот свет, любви Божией, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, и всех зовет к покаянию. А почему так сделаешь? Скажи мне. Я крещусь, крест любви Божией. Поэтому мы пришли сюда возвестить о любви Божией, что Иисус умер и воскрес. Именно и в интернете надо показать этого. Ну и в интернете все это знает. Тут тоже, особенно в этой рулетке, один разврат идет. Безобразие, матеряться. А у тебя вера не разрешает такое? Интернета показывает, как будто... А зачем показывать? У меня есть здесь в Ютубе канал. У меня 18 260 роликов. Мы строим православную деревню с нуля. Нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Да, все веры есть у него свои. Ну просто не надо, я думаю, в интернете надо... Как-то рисовку надо... Не надо сделать. Я думаю. А мы не думаем, мы работаем. И сколько людей уже нашлись, которые на ноги встали. Которые вышли отсюда. Я вот за Божие, за Слово Божие был арестован, прошел пять тюрем. У меня большой опыт. И теперь сотрудничал с тюрьмой. А тут в Барнауле я живу. Три тысячи семьсот преступников. А, да зачем они нужны? Как нужны? Они выйдут сюда и в Китай не вышлют. Я иду и проповедую им. У них рация. Достаю все необходимое. Веду три радиопрограммы по радио. По телевидению. Зачем? А за тем, чтобы люди не попали в ад. В мужчине, в огонь с дьяволом. А чтобы были с Богом в Царстве Небесном. Сколько тебе лет? 81 год. А я вас вот не спрашиваю, почему. Потому что это ничего не дает. Мы должны задать один вопрос. С чем мы можем быть полезны друг для друга? Мы сейчас расстанемся. И навсегда. Почему? Мы русские, мы хорошие отношения у нас. А остальные, я не знаю. Вот, русские хорошие отношения у нас. А с чем они хорошие? Но в рулетке конкретно. Это вот. Нация и не нация не надо. Вера, у них свои веры есть. У нас свои веры есть. Вот это все. А вы знаете, почему здесь в рулетке так много мусульман? Процентов 90. Это рулетка мусульманская. Почему их столь много здесь? Я не знаю. Ну, как не знаю? Ну, взрослый мужчина. Почему? Не знаю, что. Ну, только снова зашел. Я не... Просто когда... Я вам скажу. Время будет. Я скажу вам, если хотите знать. Ага. Скажите. Вот сидят мусульмане здесь. А мы мусульмане. У нас другая книга. Я говорю, может быть, у вас эта книга главная? Считай. Я говорю, считай, что написано. Ничего не может прочитать. Ни один. На 2000 человек ни один не может прочитать. То есть совершенно Писание не знает, как наши православные. Я говорю, так вот зачем вы здесь. Тебе дома разрешается, по вашей вере, четыре жены иметь. Но за каждую надо колым платить и работать. А тут 44 голые и даром. И вы, южные жеребцы, пашите на северных кобылах. А они захохотали. Чего хохотать? Ты чего, я не знаю, что ли? Вам и царство обещано с гурьями. Каждую ночь он будет 40 девц и не сломать. Но это не годится. У нас это разврат считается. У вас святость, я говорю. У нас так. Если человек... Вот я в окошко посмотрел или в телевизоре женщины и подумал, хорошо бы мне с ней быть. Написано, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением. У нас написано, Евангелие Джилл у вас написано. Прелюбодействовал в сердце своем. А у вас нужды нет. У нас две жены, ни одного нет. Его сразу запаганцы выгонят из храма. Понимаете, у нас разная планка. Да, да, да. У вас свои веры есть, у нас свои веры. Вот у вас, смотрите, как. Вот я сейчас пошел спать, а у меня товарищ какой-то там был. Он изменил мне. А я лежу и думаю, что ему то... Ненавидящий брата есть человекоубийца. Мне не надо голову резать, как в Чечне. Я на постели, уже у меня кровь капает с пальцев. Он у нас... Думать нельзя об этом. А у вас это нужны, даже не это убил. Ваххабит себя взрывает, он все в раю. Кто Беслан устроил? Кто Буденовск? Кто Норд-Ост? Кто, я говорю, взрыв во Франции, в Испании, в Англии? Кто делает? Это не буддисты, не православные. Почему? Потому что, если хотите знать, вот ИГИЛ, ИГИЛ. Они самые правильные по вашей книге. Все уничтожают, и разговора нет. У меня поездка была миссионерская. У меня 38 томов книг вышло. Я решил подарить их, Бог положил на сердце, подарить библиотеке мира. Из Барнаула мы дошли до Владивостока, знаете где? Потом дошли до Лиссабона, Португалия. Чтобы людям рассказать о Боге. А ведь... Нам не надо его показать. Что? У вас, наверное, другая книга. Такая, да? Дайте слово, что не будете материться. Ну, хорошо. Давайте так. Смотрите. Можно вопрос задам? Я пришел сюда, зачем я отвечаю? Можно вопрос задам? Сейчас. Давай. Вот смотрите. Если я буду скверно словить... Так, подождите. Вы покажите сначала, с кем я разговариваю. Это никого не видно. Ага. Ну, хорошо. Давай. Садитесь рядышком. Давай. Вот если я буду скверно словить, там, я не знаю, еще что-то делать такое плохое. Но я буду много-много-много жизней спасать. Мне что будет за это? Ничего. В ад пойдешь. Потому что грехи... Так все равно в ад пойду. Еще. Вы спросили, я не успел ответить, а вы перебиваете. Это же глупо. Ну, да. Написано так. Все согрешили и лишены славы Божией. Ни одного дела злого не делал человек. Только добро делал. Он все равно будет осужден. Потому что у Бога другая шкала. Когда в районе Адам с Евой были, они запретный плод вкусили, они смертью умерли. А Адам и Ева. И смерть вошла во всех человеков. И уже за то, что они сделали, умерло больше ста миллиардов людей. У Бога другая шкала. И поэтому с неба сошел Сын Божий. Через Деву Марию воплотился. Христос. Умер за грехи людей. Наши грехи Он понес на себе. И когда я теперь иду и говорю, Господи, прости меня. Войди в мою жизнь, живи. Я обещаю с ней делать. И Он прощает ради своих страданий. Вот что. Нет, но вы в жизни вообще никогда ничего плохого не делали. Я вам ответил. Спасение только во Христе Иисусе. Добрые дела не спасают. И добрые дела не помогают. На добрые дела надеются вот люди. И эти знания я вам покажу из священного Писания. Путеводная звезда. Только одно. Потом вы опять будете добирать то, что вам 12 лет жизни отнимет. Это папиросы. Отложите сейчас данный момент. Не можете, да? Никак. Но это означает рабство. Раб греха. А Библия говорит, если Сын освободит, свободны будете. То есть с верой в Бога. Согласен. Нельзя жить то, что в рулетке живут. Кроме разврата, будто бы ничего нет. Половина мужиков голые валяются. Копейки за них никто не даст. Согласен. Бог дал жизнь. Радость. И в бедности. Богачи друг друга съедают олигархи. Погибают. А почему? Смысла жизни то нету. Какой ты не будь. Вот Лужков умер сейчас. И все его миллиарды остались здесь. Батурина, жена его, самая богатая женщина России, потащит за собой в ад. Так. У нас с рыскаврящими нельзя говорить. Жалко, вы не избрали лучшее. Ну, теперь пить надо. Огонь затушить блудный. Ну, все пока. До свидания. А зря. Потому что после смерти Господь будет судить нас по своей книге. Поэтому сейчас отключусь сразу, я знаю. Вы боитесь рассуждать о своей жизни. Потому что неверующий в Сына Божий пойдет в ад сатаной мучиться. А верующий будет в Царстве Небесном. И тут в рулетке вы никого не найдете. Ни мужа, ни друга, никого. Тут один разврат. А вам зачем это? Не общения. Общения никакого нет. На уровне блуда. То есть, бессловесные скотины. Тут 90% мусульмане. О чем ты с ним будешь говорить? Верные? Не согласились. Они только плоть. Они не духовные люди. У них нет ничего духовного. Совершенно. На одну минуту рассуждают только. У него дома 4 жены. И платит колым за каждую. А здесь 44 голые даром. А то они туда и лепятся. А вы идете. Ни одной мусульманки здесь не будет, чтобы она сидела. Свои жены не берегут. А на чужих пашут. Вы знаете, как Господь мир сотворил? Первые люди были Адам и Ева. И они согрешили. В чем? Ну, там, я делал, вроде, дед, выкатал. Ну, то есть, они вкусили от запретного плода. И грех, грех по нашим меркам, он ничего, никакого греха нету. А по Божьей, за это уже умерло больше ста миллиардов людей. Все люди сделали смертными. И я, старший вас, и вы. Мы все смертные. Это в Адаме все умирают. А во Христе все оживут. Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. Надо жить для Бога. Вот если желаете больше узнать, я могу дать вам ключ к нашим ресурсам. У нас очень большие ресурсы. Какой же ресурс? В Ютубе. Канал у нас есть. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы там увидите все, как у нас одеваются женщины. Как идут занятия с детьми. Как мы строим православную деревню. Как в храме. Как отдыхаем. Как в свадьбе играются. Вот мы верующие. У нас разводов, абортов нету совсем. Нету. Живут для Бога. Не для скотины. Вот хотите? У вас скайп есть? Скайпа нету. Я считал, скайп легко так его добывать. Ну, ты зайдите хотя бы на наш Ютуб. Ютуб «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Четыре слова. Зарядите. У нас очень большой канал. Очень большой. Это море целое. 18 260 роликов. Там ответы найдете на любой вопрос. Как раз по этой теме сейчас выставляю. Вопросы есть о душе, о вечности, о будущем. Нет ни одного. А зря. Потому что раз вы родились, а то надо думать о смерти. А что дальше будет? А я умру. Где я буду? Что со мной будет? Вот так. Продолжение следует...